Кубок Спартак Первая полуфинальная встреча вывела в финал Кубка Спартака. Московский Спартак, хозяин турнира, они убедительно переграют рейтинскую ладу со счетом 3-0. На пресс-конференции Виктор Шалимов сказал, что он очень серьезно готовил своих подопечных к этому матчу. И, в общем-то, все, что задумано, удалось воплотить в жизнь. Спартаковцы сыграли на хорошем уровне. Вы знаете, напоминали, так сказать, вот тех своих предшественников знаменитых 60-х, 70-х, 80-х годов, когда Спартак всегда отличался своей какой-то необычайно творческой игрой, манерой, своим духом. И вот такие элементы просматривались в игре Спартака. То есть они полностью доминировали на протяжении всего матча. И Геннадий Цигуров сказал, что вот такая тактика Спартака, игра от обороны, разнообразная какая-то такая, с переходом от коллектива к визуальным действиям, поставила в тупик его команду. И Спартак заслуженно победил в этом матче со счетом 3-0. Отмечу, что в прошлом сезоне также в финале Спартак сыграл тогда со звездами России. И сегодня в случае успеха матча с динамовцами они вновь выйдут в финал. И тогда был счет 6-3 в пользу звезд. Ну, как-то будет на этот раз, во всем случае, прогнозировать вот так, что именно сегодня звезды России одерживаются вверх над чемпионом междунациональной хоккейной лиги. Я бы не рискнул, не рискнул. Игра будет интересной, равной, пройдет в очень жесткой борьбе, я бы сказал. И то, что вот я узнал перед началом от тренеров, никакого волнения нет у динамовцев. Не давит на них авторитет вот этих хоккеистов, выступающих прекрасно за океаном. Но это будет равная борьба, и я думаю, мы немало интересного увидим сегодня в этом матче. На ваших экранах составы звезд России. И, ну, знаете, в первом полуфинале мы получили очень важную информацию. Многим здесь казалось, что... Вот вы видите, у звезд России Игорь Болдин появился сегодня. Выступит также Сергей Бабин. Словом, очень такой насыщенный состав у звезд России. Как-то в первых матчах есть сегодня некоторые изменения. Так вот, по встрече сможет принять участие и Вячеслав Петисов. Многим из нас казалось, что после его удаления до конца матча он дисквалифицирован и сегодня выступить не сможет. А вот Юрий Леонов заявлен вновь за Динамо Москва. Это, естественно, очень важное усиление для московского клуба. И его появление на ледовой площадке внесло в игру необходимую стройность, ясность и осмысленность. Вот не знаю, появится ли на льду Вячеслав Петисов, но, во всяком случае, сегодня играть он может. И мы надеемся, будет совсем немного осталось до начала матча. Вы видите вновь на ваших экранах составы команды Динамо Москва. И очень скоро, очень скоро команды выйдут на лед. А я вижу, что динамовцы Москвы уже появились у кромки льда. С одной стороны, ближе к нам, ближе к нервской кабине. Вот здесь, где работают как раз операторы. И мы видим Вячеслава Петисова, капитана звезд России, который выводит свою команду на площадку. Да, Вячеслав Петисов вновь во главе этой звездной команды. И вновь будет радовать своим мастерством любителей хоккея. Кстати, в свои 37 лет он ни в чем не уступает молодым. И в предыдущих матчах, на мой взгляд, был самым, может быть, ярким, запоминающимся защитником в тех играх, когда выступал за сборную звезд. То есть, есть с чем поучиться молодым, есть на кого посмотреть. И это приятно, что Вячеслав не теряет свою форму. Не исключено, что в нынешнем сезоне он вновь будет защищать цвета Detroit Red Wings. Сейчас вот оговариваются условия нового контракта. И вместе с Сергеем Федоровым, Владимиром Константиновым и Вячеславом Козловым вновь будет играть в этой команде. Здесь очень много, конечно, новостей. Вот, в частности, Петер Балина. Вы видите, это чешский арбитр. Судит сегодняшнюю встречу. Ну, как обычно, таким матчем предшествует своеобразный, так сказать, какой-то концерт такой небольшой. И вот вы видите известного нашего сексуаниста, почему-то под девятым номером. Ну, девятый номер это что-то особенное вообще в нашем хоккее. В свое время легендарный Селпехас Бобров играл под этим номером. Больше футболисты охотнее надевают обычный номер. Девятые игроки атакующего плана. Ну что же, и музыка атакующего плана звучит неувидаемая, неувидаемая. Да, вообще, вот, вы знаете, это приятно, что много таких приятных каких-то сюрпризов, что ли, на турнире «Спартака». Каждый матч сопровождается либо какими-то приятными минутами, когда вручают подарки командам памятные. Кого-то поздравляет из ветеранов, как это было перед предыдущим матчем. Сеглин, знаменитый наш в прошлом хоккеист, начинавший играть в «Спартаке». И впоследствии, так сказать, был он судьей, руководил один из руководителей сборной страны. Словом, это человек целый эпох. Сегодня вот у него день рождения, ему были вручены призы. И вот перед каждым матчем можно видеть вот какие-то вот такие сюрпризы, какую-то приятную такую дружескую атмосферу праздничную. Все это создает настроение. И я думаю, вот сегодня оно не будет испорчено у тех, кто пришел и кто будет смотреть по телевидению этот матч. Ну, последние предотвращения к игре. Вы видите капитанов команд, Якубов, Равиль, Динамо и Вячеслав Кетисов пожали друг другу руки. Последние предотвращения к матчу. Ну, так сказать, в ходе игры мы обратим ваше внимание на изменения некоторых звеньев. В частности, уже отправился за океан один из лучших снайперов НФЛ Алексей Жамнов. Он провел два матча в составе звезд. Также нет в составе сегодня Олега Микульчика, защитника из Виннифек Джатс. Вот этот клуб их отозвал домой. И сейчас нужно готовиться к предстоящему чемпионату. Кстати, еще пока хоккеисты национальной хоккейной лиги не выходили на лед, насколько мы располагаем информацию, они готовятся на земле и так эпизодически где-то тренируются. Есть какие-то определенные проблемы и, наверное, предпочтительнее будет форма у тех, кто участвует в этом турнире. Это вполне объяснимо. Именно на земле, образно выражаясь, им нужно закладывать фундамент необходимой подготовки... Необходимой подготовки хоккеистов к турниру. Да, игра началась. Первое звено Федорова против пятерки, где играет Воробьев, Прокофьев и Дорофеев. Ну, защитники здесь у «Динамовцев» тоже другие. По-моему, Кузнецов и Грибхосов здесь есть какие-то изменения. И сразу «Динамовцы» пошли вперед, стараются перехватить инициативу. Такой мощный штурм. Обычно звезды России вот так начинали в предыдущих матчах стремление подавить соперника. И атакуют, атакуют уже звезды России. Борщевский на месте левого крайнего. Тут же против него применяется силовый прием. И это уже говорит о том, что игра будет жесткой. Вы видите Владимира Голубовича, который на пресс-конференции накануне сказал, что мы никакого комплекса не испытываем перед матчем со звездами. И постараемся сыграть в своей манере жесткой, такой остро-комменционной. Постараемся сыграть как можно, может быть, грамотнее в обороне. И многое будет зависеть от той игры, которая может, так сказать, ну, дезориентировать вот все это задуманное. И если звезды, может быть, на первых минутах не окажут нам серьезного сопротивления, то мы можем захватить инициативу. Условно, тут есть разные нюансы, хотя, конечно же, многие специалисты, многие любители хоккея думают, что у звезд не будет особых проблем. Но пока, пока, видите, игра в дебюте равная. Положение вне игры будет выбрасывание. Как и предыдущий матч, обслуживает игру такая интернациональная судейская бригада. И приглашены арбитры из-за рубежа. Сегодня чешский арбитр судит этот матч, я уже говорил о нем. Это Петер Долина. А предыдущий матч тоже был арбитр из Словакии, Кольник. И, кстати, рядом с нами был во время трансляции Леонид Вайсфельд, нас известный арбитр. Он дал очень высокую оценку арбитру из Словакии. Это Михаил Васильев. А это отец Вячеслава Кикисова. Вы видите его на всех матчах, бывает, поддерживает своего сына здесь. Минуту и 28 секунд сыграли команду уже в начале матча. Пока нули, но это неудивительно. Я думаю, что сегодня и та, и другая команда серьезно подготовились к этому поединку. И, в общем-то, очень много положено на чашу весов. Ведь, сколь неубедительно выиграли звезды, можно прохладно отнеслись к одной встрече. Хотя, я думаю, профессионалы себе этого не позволят. Потерпеть досадное, обидное поражение, а потом уже ничего исправить будет нельзя. От этого так осмотрительно и внимательно действует. Сейчас команда на площадке. Внимание! Динамовцы перехватили шайбу, они устремились к воротам звезд. Это Кувалдин. Кувалдин прорвался по правому флангу атаки, но у него ничего не получилось. И сейчас... А сейчас ошибка, которую сам же Семак и исправил, подставив клюшку, и бросок цели не достиг. Звезды перехватили шайбу. Все тот же Семак пасует Бущану. Бущан войдет в зону. Нет, оставляет шайбу Николишину. Николишин по левому флангу врывается. Врывается в зону Динамовцев. И сейчас идет борьба с заворотами Эльдара Мухаммедова. В прошлом сезоне в полуфинале также встречались эти команды. И тогда Звезды выиграли со счетом 3-2. Это упорнейший был поведенок. Причем первый период закончился победой Динамовцев. 1-0. Они уступили во втором и в третьем. Не исключено, что именно по этому сценарию будут развиваться события. Хотя сейчас вот поактивнее все-таки команда Звезд. 2 минуты 52 секунды сыграли команды. И вот уже удаление за задержку соперника Клюшкой. На скамеечку штрафников сейчас отправится игрок команды Звезд. 19-й номер. Очень такие... Здесь есть и 90-е номера у Звезды. 87-е в заявочном протоколе. А на скамеечке обштрафованных за задержку соперника Клюшкой. Михаил Васильев. Михаил Васильев. Наш прославленный форвар, которого мы помним по выступлениям за ЦСКА. Он долгое время играл также в Италии. Михаил Васильев сейчас оставил в меньшинстве Звезд России. Ну что же, и сразу сильнейшие игроки у Звезд появились на площадке. Макаров, Петисов, Малахов и Федоров действуют на льду у Звезд. У Динамовцев появился шанс. Воробьев. Первое звено сейчас действует у Динамовцев. Суханов, Грибков в защите, Дорофеев, Рокофьев и Воробьев в атаке. Они вошли в зону Звезд и пытаются атаковать. Да, Воробьев сделал короткую передачу, но тут же перехватил шайбу Федоров и сыграл с Сергеем Макаровым. А здесь вот видите, очень активно в средней зоне динамовцы атакуют соперника. Ни тени волнения. Вот может быть ошибка. И сейчас Федоров устремился к шайбе. Нет, раньше опередил его защитник. И тут же применяется силовой прием Грибко. Он вообще мастер вот такие единоборства выигрывать. Не раз мы его видели в таких вот моментах, когда он умело останавливал соперников. Ну и сейчас вот продемонстрировал свое умение в таком своеобразном клинче с Федоровым шайба в зоне динамовцев. Динамовцы по-прежнему имеют чищное преимущество. Смена звеньев тут произошла. И чем закончится вот эта активная атака? Юрий Леонов оставил шайбу партнера. Очень хорошая, кстати, была задумка. Пас назад защитнику. Прокопьев с дальней дистанции пытался бросить поворотом. Но не точно, не точно. Очень грамотно располагаются на пятачке хоккеисты команды «Звезд России». Практически не дают шансов приблизиться, сделать бросок с близкого расстояния. И пока еще не вступал в игру Максим Михайловский. Он сегодня защищает ворота «Звезд». 4 минуты и 43 секунды сыграли команды в первом периоде. И всего 7 секунд осталось до выхода на площадку Михаила Васильева. Что же можно сказать, что численные преимущества не удалось реализовать динамовцам. Впрочем, они вновь атакуют. Сейчас направо нужно сделать передачу. Да, передача последовала. А вот на пятачок шайба уже не попала. Там «Звезды» четко действовали в защите. Вот только сейчас неожиданная потеря. Шайбу подхватил. Шайбу подхватил Леонов. Переправлял ее. Очень удачно переправлял ее в сетку ворот. Ну, это Роман Ильин. Это его коронный такой, знаете, вот как раз момент, может быть, для взятия ворот. В прошлом сезоне очень часто вот так он появлялся из-за защитника, из-за спины. Подставлял клюшку простренной передачи. И шайба меняла направление. Влетала в сетку ворот. Поверим, это вот наигранная комбинация. И как бы последнюю завершающую фазу как раз выполняет очень четко всегда Роман Ильин, 25-летний нападающий «Динамо». Не получился длинный такой пас в среднюю зону. Вновь «Динамовцы» перехватили шайбу. И вновь атака. Пытаются действовать на скорости «Динамовцы». Причем пока все получается вроде бы. Но посмотрим, как они в обороне себя чувствуют против таких техничных и быстрых нападающих сборной «Звезд». Там столкновение было небольшое на пятачке у ворот «Звезд России». Но все кончилось благополучно. И сейчас, сейчас «Звезды» атакуют. Не надо сказать, что в этот раз «Звездам» удалось сразу с первых минут захватить инициативу, повести атаки на ворота Мухаммедова. Вы видите, как волнуется Николишин он сейчас на ваших экранах. Потому что пока-пока идет равная борьба. Впрочем, подобное имело место и во многих отрезках встречи «Звезд» со «Спартаковцами». И финские хоккеисты, вы помните, первый период очень достойно продержались против наших «Звезд». Но потом все становилось на свои места и казалось, что «Звезды» такая своеобразная профессиональная машина, которая в любой момент может прибавить скорости, более четко использовать игру в пас, свою технику. И тогда шайба одна за другой начинает летать в ворота соперника. 5 минут 45 секунд сыграно в первом периоде матча. По-прежнему ничья 0-0. Андрей Николишин выиграл вбрасывание из Харфорда. Я напомню, в каких клубах играют команды. Ну, Гордиюк, слева Виктор выступал в команде «Крылья Совета». 15-летний нападающий ныне в Баффало и Михаил Васильев Бальцана, играющий тренер. Вот так выглядит тройка нападающих. Кстати, появился Игорь Визмитин под 87-м номером. Вы видите крупный план Сергея Федорова. Конечно, первые минуты даются нелегко. Вновь Николишин выиграл вбрасывание, но отпустил шайбу вперед. Не так-то просто. Вот за счет какой-то резкой, быстрой передачи войти в зону динамовцев. Внимательно играют сегодня белые-голубые. И, видимо, продумана, в общем-то, каждая деталь этого матча. Как? И мне кажется, вот в какой-то степени они сейчас перехватили инициативу своими активными действиями. Заставляют много двигаться звезд. И хорошая физическая подготовка позволяет динамовцам доминировать пока вот в эти минуты. Впрочем, не будем спешить. Пока вот 0-0. Визмитин. Мощный, рослый. Но судьба как-то немилого этого хоккеиста. Бесспорно талантливого. Одного из лучших наших юниоров. И многие специалисты считали, что он будет просто суперзвездой. Но его попытка сыграть за Эдмантом Ойлерс не удалась. И как-то после этого он потерялся. Мы не видим его ни в одном из клубов. И сейчас тоже нет информации. Гребко! Отлично! Михайловский. Погатти прекрасно сыграл Хайба в ловушке. Отменная реакция всегда отличала этого голкипера из ЦСКА. Но начинал он свой путь, наверное, многие не знают, именно в Спартаке. Именно здесь, в юношеских командах, начиналась его карьера. Много тренеров у него было. И, кстати, первым тренером, между прочим, был у него Евгений Зимин. Он ставил, в общем-то, игру вот этого воротаря. Ну и, насколько я знаю, очень много сделал для того, чтобы из Михайловского получился настоящий воротарь. И Владислав Третьяк в ЦСКА. И, вы знаете, я могу отметить следующее. Уровень игры и манера игры Михайловского заметно изменилась по прошествии нескольких сезонов, проведенных им за океаном. Он стал стоять в более высокой стойке. Он более разнообразно отражает броски. Он перестал добивать шайбу перед собой. И чуть что, как это нередко случалось раньше, падать на колени. Видимо, так ему было легче отражать угрозу. А сейчас, сейчас едва-едва не вышел один на один с воротами Дорофеев. Это был Михайловского Игорь Дорофеев. Но чуть-чуть там шайба так как бы скакнула и перескочила через его ключ, в который он готов был уже ее подхватить. И поэтому выхода один на один не получил. Сейчас Федоров ведет борьбу в средней зоне. Выигрывает ее. Макаров отпасовывает налево. Но до Борофеевского шайбы не доходит. И вот Дорофеев, где скорость? Скорость нужна. Быстрее? Нет? Все-таки его достали хоккеисты. Малахов придержал его. Ну, кто скажет судья по этому поводу? У Дорофеева был шанс. Вы видите, Малахова, защитника из Монреаль Канадинс. Два сезона Нью-Йорк Айлендерс. Один из сильнейших защитников национальной хоккейной лиги. И в Монреале с ним связывают надежды. Ну, здесь, собственно, вынужденная была такая задержка. Уж очень рвался к воротам Игорь Дорофеев на скорости. Один из самых опытных динамовских нападающих. Брыльян, Стельнов, Ковалев. А кто четвертый? Час на ваших экранах вновь великолепный. Красавец, мужчина, Владимир Малахов. Американская мечта в какой-то степени. А звезды России в меньшинстве. 7 минут 56 секунд сыграны в первом периоде матча. Атакуют динамовцы. Бросок. Бросок отражается. Много болельщиков у московского «Динамо». И все они хотят, чтобы динамовцы забили шайбу. Ну, что же, это вполне естественно. Да и момент, казалось бы, подходящий. Кто же сейчас действует у динамовцев на площадке? Лошадькевич, Рябыхин, Ильин, Якубов и Леонов. Такое сочетание. Очень реальный момент. Михайловский неизменно, когда борьба ведется на пятачке, тут же оказывается на коленях. Оказывается, у него эта манера неизменная осталась. Но в данный момент эта манера служила ему хорошую службу. Он надежно прикрыл ворота, отразил несколько бросков и оставил их в неприкосновенности. А озабочен тренер звезд России Евгений Зимин. Еще 49 секунд. Его команда будет играть в меньшинстве. И, в общем-то, очень непросто будет ликвидировать очевидную угрозу. Стороны динамовцев. Те настойчиво атакуют. А на площадке Буцаев, Коваленко. Вот это игроки, которые умеют поддержать шайбу, умеют хорошо сыграть в обороне. И не случайно Евгений Зимин отдал им предпочтение вот именно в эти минуты, когда команда играет в меньшинстве. Защитник Рибыкин с шайбой. Передача на скорости. И вперед устремляются динамовцы. Попытка войти в зону удалась. А что будет дальше? Ильин так и не дождался передачи. Он пытался подойти к ближней штанге. И туда вот паса не последовало. Вновь Рибыкин с шайбой. Пас вперед. Леонов маневрирует в средней зоне. Но передачи не последовало. Много таких, я бы сказал, неверных, может быть, спонтанных решений. Сейчас у динамовцев спешат, спешат. Используют численные преимущества не получается. А хоккеисты команды «Звезд России» решили главную задачу. Так разрознили динамовских игроков. Рассыпали как бы их по всей площадке. И вот такой стройности в атаках, которые мы видели в предыдущих эпизодах, не получается. И просто решается проблема. Шайба посылается в зону соперника. Вот опять приходится начинать отсюда, из глубины. Это Суханов. Суханов сделал неточную передачу. И могли возникнуть неприятности. Ровно половину первого периода сыграли команды вновь в полном составе «Звезды России». Малахов сделал пас на Николишина. До того шайба не задержалась. И сейчас, сейчас вновь шайба у динамовцев. Суханов, Грибко, Торофеев, Прокопьев, Воробьев. Сменились. И на их место вышло новое звено. Новое сочетание динамовцев в Москву. Завальнюк, Золотов, Бахмутов, Сергеев и Врачев сейчас играют у динамовцев. А у «Звезд» первое звено. Борщевский, Макаров, Федоров, Фетисов, Малахов. Проброс и вбрасывание у ворот. Водара, Мухаммед. Обратите внимание, 9 бросков поворотом «Звезд» и ни одного поворотом «Динамовского галкипера». Это удивительно. А вот статистика как раз говорит о том, что если в целом, так сказать, вот по этому показателю, то «Звезды» значительно опережают всех своих оппонентов. 103 раза они бросали поворотом в предыдущих матчах. В то время как «Лада» Тольятинская тоже очень активная в атаке. 66. Но сегодня вот такая активность динамовцев. Насколько хватит их, потому что они играют все время на высокой скорости, отдавая очень много сил. А это Александр Семак на ваших экранах, который очень много лет играл в составе московского «Динамо», был одним из лидеров. Ну а потом было Нью-Джерси и сейчас Александр Семак уже в другом клубе «Тампа-Бэй». 10 минут и 44 секунды сыграя команда в первом периоде. Очень хорошо Федоров сейчас маневрирует в своей зоне. А вот чуть-чуть не точно оказалась передача на Сергея Макарова. И шайба вновь у «Динамовцев». Ну что же, ошибками изобилует и здесь игра. Хотя она выглядит все-таки более стройной, нежели чем в первом полуфинальном матче, который мы с вами сегодня могли наблюдать. Сейчас справа атакует Сергей Макаров. Пас на пятачок. До Федорова шайба, увы, не дошла. Надежно сыграла защита. Воробьев. Воробьев перерасовывает шайбу налево. Вновь подхватывает ее, пасует в центр. Неплохо, совсем неплохо. А сейчас... Сейчас Михайловский вновь расплоскался на льду и ликвидирует эту угрозу у своих ворот. Ну что ж, я думаю, что есть интрига в этом матче. Зрители с интересом наблюдают. И, видимо, вот какие-то прогнозы, которые были в начале, перед игрой, наверное, меняются. Может быть, действительно, динамовцам удастся сегодня, как говорится, прыгнуть выше головы и обыграть знаменитых наших легионеров. Хотя не будем спешить, мы знаем, так сказать, возможности этой команды, которая очень серьезно готовится к сезону. Ну и, безусловно, самолюбие этих игроков велико. Они не позволят себе как-то расслабиться в ходе матча и воспользуются любой оплошностью динамовцев. Ну, судя по всему, динамовцы очень неплохо готовы именно к сегодняшнему матчу. Я уже это, так сказать, говорил. Несмотря на то, что вчера у них был очень непростой матч, несмотря на то, что он как бы закончился внешне легко, далась победа динамовцам, наверняка она заняла у них много сил и нервов, и напряжения. Все это вместе, естественно, не может не сказаться и сегодня, потому что проводить матч сразу же на следующий день после таких ответственных поединков. Фактически мы назвали эти игры четвертьфинальными. Эта игра давала команде Динамо, дала команде Динамо право выступить сегодня в полуфинале со звездами России. Естественно, они устали, естественно, это не может не сказаться, а возможно, и будет сказываться к концу матча. Впрочем, не будем забегать вперед, не будем загадывать, посмотрим, что сейчас предпримут звезды России. Пока они в основном пытаются сыграть индивидуально, решить игру самостоятельно, и это к успеху в основном не приводит. Впрочем, в защите действует четко. Вот сейчас шайба у Бурлацкого. Нужно отдать ее своему партнеру, совершенно верно, правильное решение принял. Это Артур Октябрев из Ванкувера. Попробует свои силы в этом клубе, но, возможно, будет выступать все-таки за фарм-клуб Ванкувера, как и в прошлом сезоне, он провел 10 игр, бывший защитник ЦСКА. Но надо сказать, что накануне был свободный день у звезд. Вот посмотрите, Бусаев сделал хорошую передачу, и тут же шайба влетает, ворота после броска Симака. Как увидел Бусаев своего партнера, динамовцы явно допустили здесь ошибку. По существу Симак не был прикрыт, и защитник находился в центре. Вот обратите внимание, какая четкая передача и бросок в ближний угол. И не среагировал вратарь динамовца Дмитрий Набоков. Накануне динамовцы провели очень нелегкий матч, а у звезд был день отдыха. После тренировки они отправились в национальный олимпийский комитет, побывали у его председателя Виталия Смирнова на приеме. Затем были в офисе первого вице-премьера Олега Сосковца, и к концу дня посетили московский гольф-клуб. Ну что же, в гольф сейчас в Америке играют более 30 миллионов любителей этой игры. Там настоящий бум переживает эта игра, и вполне понятно, что и к гольф-клубу проявлено такое повышенное внимание. Он входит в моду, все чаще великие и сильные миры сего, в том числе и знаменитые спортсмены, и хоккеисты, и автогонщики, и футболисты. Одним из лучших видов своего отдыха почитают гольф. Вид спорта дорогостоящий, комфортный, но поверьте, очень и очень интересный, хотя технически сложный, и гораздо легче в какой-то степени освоить первые азы владения хоккейной клюшкой, нежели чем научиться делать первые правильные удары гольфу и клюшкой по маленькому-маленькому мячику. Да, это вы правы, конечно, но хоккеистам как-то получше это удается, чем другим, учитывая так навыки игры в хоккей. В общем, что-то есть общее с гольфом. А у нас пока, вот видите, несмотря на настойчивые действия Динаусов, счет 1-0 в пользу звезд. И это говорит о том, что, в общем-то, нас ждет много сюрпризов в этом матче. Это Борщевский хорошо на паузе обыграл соперника. Напрашивался пас направо, выкатывался его партнер на скорости и предлагал, так сказать, свои услуги Сергей Макаров, но передача не последовала и комбинация не получилась. Хотя возможность, конечно, была сейчас у звезд еще раз забросить шайбу. 14 минут и 14 секунд сыграли команды в первом периоде. Много борьбы. И казалось, что вот-вот должна шайба влететь в ворота Максима Михайловского. Несколько раз им пришлось выручить свою команду. А нет, а нет, Семак отрыл счет и вывел звезд вперед. А когда звезды начинают вести в счет, когда у них психологическое преимущество появляется перед соперником, а у тех, наоборот, некий спад наступает в игре и в психологии, разумеется, сложнее против звезд и вести борьбу. Впрочем, посмотрим, как динамовцы справятся с ролью отыгрывающихся. Пока, во всяком случае, явно сдаваться они не собираются. Еще одно нелепое падение фоккеиста на площадке буквально на ровном месте. А тем временем Брылин прокатывается за воротами, оставляет шайбу своему партнеру, стильно вборется. Еще одна передача. А вот сейчас шайба выходит из зоны, Игорю Кравчуку надо быть внимательным. Шайбу он потерял. У динамовцев была возможность для контратаки. Вновь шайба у Кравчука. Такая, в общем, на удачу такой был пас. Не только в расчете на своего партнера, Болдина, но и в расчете на то, что шайбой не успеют овладеть. Никто из динамовцев, никто не сможет перекрыть эту передачу. А сейчас Брылин оказался на льду. Но, кажется, все в порядке. Травму он не получил. Бахмутов отправляется на скамеечку штрафников. Сегодня была интересная пресс-конференция. Утром Яна Окке-Эдвинсона, генерального секретаря ИХФ. Такие на льду. И среди прочих вопросов был затронут, так сказать, вопрос о участии в Олимпийских играх в Нагана профессионалов. Он сказал, насколько мне известно, подготовка идет к своим ходам. Я думаю, что проблем здесь не будет. Что же касается участия профессионалов, то он Международная Федерация Хоккея и МОК делает все необходимое, чтобы стало это возможно. И большинство игроков очень заинтересованы в этом. Но есть некоторые проблемы, поскольку сама НХЛ даст лишь 9 дней профессионалам, для того, чтобы они выступили в этом турнире в Наган. Но это явно маловато. Вот в этом пока есть разногласия. Петисов. Вот представляете, как он достал молодого соперника. Кстати, Роман Ильин один из самых быстрых игроков в московском Динамо. Но, тем не менее, Петисов ему не уступил. В скорости догнал, отобрал шайбу и тут же адресовал ее партнерам. Вот это действительно мастерство. Вот это характер. Мне кажется, Петисов может еще и лет 5 поиграть, если так будет держать себя в форме. Просто прекрасно выглядит Вячеслав на этом турнире. Борщевский смог владеть шайбой. Борщевский, увы. А задумано было совсем неплохо. Передачу ему делал Владимир Марлахов. Ну, а вот сейчас что будет интересно. Все, казалось бы, все правильно, все правильно сделал Ильин. Но, тем не менее, простите, Кузьмин Андрей. Тем не менее, он так на движении поймал защитника. Обходил, пытался из-под защитника нанести бросок. Не получилось. А задумано было неплохо совсем. Макаров контролирует шайбу на правом фланге. Очень хорошо на паузе сыграл. И вот интересно, как сейчас разыграют шайбу наши профессионалы. Игра через защитника. Бросок с Дальницей Макаров там караулил эту шайбу у дальней штанги. Борщевский. Пас Федорову. Федорову бросает верхний угол. Шайба скользит вдоль перекладины и не попадает. Вот не повезло, действительно. Казалось бы, некуда деваться шайбе, но, тем не менее, еще один бросок. Уже Борщевский атакует Вороза Набокова. И шайба у него в руках. Федорову явно не везет сегодня. Несколько раз он атаковал. Но никак, никак не может точно попасть. Динамовцы тут же опасно атакуют. Буцаев подхватывает шайбу. Начинает атаку, в свою очередь, звезд России. Пройдет по центру, удастся или нет. Оставил шайбу Коваленко. Тот бросает. А добавит ли? Гоу! Коваленко увеличивает разрыв в счете. Сам бросил, сам успел на добивании. Не просто было найти щель в воротах. Там и защитники поспешили. И вратарь распластался на льду. Эльдар Мухаммедов. Но, тем не менее, тем не менее, Андрей Коваленко увеличивает разрыв в счете. 2-0. Впереди звезды России. Это случилось на 18-й минуте матча. Ну что же, игра предрешена или динамовцы сдаваться не собираются? Я уверен, что это так. Я уверен, что динамовцы будут изыскивать пути для того, чтобы перехватить инициативу, для того, чтобы навязать свою игру. Если можно так говорить о том, что динамовцы навязывают игру по звездам России. Это трудно поверить. Но, почему бы нет? Нужно очень захотеть, и невозможно обязательно случиться. Дорофеев с шайбой. Пас налево. Вы знаете, только я похвалил Максима Михайловского за новую канадскую манеру игры голкипера. То, что он стоит в высокой стойке. И тут же, практически в каждом игровом эпизоде, Максим оказывается на льду, на коленях. Пока все удается хорошо. И если игрок с детства привык действовать именно в такой манере, то, может быть, и переучиваться ему не стоит. Во всяком случае, пока, пока все идет хорошо, пока все идет удачно, Максима можно только похвалить. 17 минут и 32 секунды сыграли команды в первом периоде матча. По-прежнему 2-0. 2-0 впереди звезды России. Да, сейчас они уже не уступают в движении сопернику. И посмотрите на скорость. И двое против одного выходит. Пас налево. Нет, все-таки защитник сумел переградить путь шайби. И динамовцы сейчас вот уже владеют ей выход в среднюю зону. Не позволил им начать комбинацию. Успели возвратиться хоккеисты этого звена. Тут Николишин очень большую работу проводит, мне кажется. И помогает защитникам. И идет вперед. Ну, так играет очень хорошо. Типичная манера центрального нападающего. Хорошо с ним взаимодействует Гордию. К слову, вот это звено так в острой такой манере действует. Бущан перехватил шайбу. Нет, бросить по воротам не удалось. Динамовцы вновь откатываются назад. И такой опрометчивый, я бы сказал, пас незрячий. Как говорят хоккеисты. И удалось шайбу перехватить. Однако бросить вот точно не сумели. И, как видите, динамовцы вновь в атаке. Не так-то просто переиграть защитника на скорости. Тем более, когда перед тобой игрок, понюхавший пороха, так сказать, заокеанского хоккея. Андрей Бущан. Неплохое впечатление происходит. Вот под шестым номером играет этот защитник. Вы знаете, он в Канзас-Сити играл. Это низшая лига, но тем не менее. И там он, в общем-то, научился очень так хорошо, позиционно, грамотно играть. Особенно в отборе сложно. Сложно с ним как-то сражаться. И практически не допускает ошибок этот защитник. А сейчас Болдин ведет борьбу. Болдин ведет борьбу в средней зоне. Несколько ошибок. Но вот сейчас должен Динамовец разобраться в ситуации и сыграть точно. Так и получилось. Так и получилось. Что же на последней минуте может быть получится атака? Нет. Неправильный вход в зону. И Лайнсман зафиксировал офсайд. Вы видите на ваших экранах Владимира Крутова. Нашего прославленного форварда, защищавшего цвета ЦСКА, сборной команды Советского Союза. Неоднократный обладатель всех мыслимых и немыслимых наград. А это Толмачев. Один из старейших защитников московского Динамо. Еще в 50-е годы он играл в хоккей вот в той команде. И играл в составе Динамовской команды. Она впервые в 1946 году стала чемпионом страны. Так что бойцы вспоминают минувшие дни. Здесь много на трибунах представителей разного поколения отечественного хоккея. По-прежнему счет у нас 2-0. И мне кажется, вот концовку первого периода звезды проводят значительно сильнее. Итак, заканчивается первый период. Во втором периоде, уважаемые болельщики, вас ждет второй тур нашей хоккейной викторины. А сейчас перерыв. Очень скоро начнется второй период матча. Полуфинального матча на Кубке Спартака. Звезды России. Динамо Москва. Напомню, что после первого периода со счетом 2-0 идут звезды. Ну, вы видите количество бросков и в створ ворот, и штрафного времени. Здесь все говорит о том, как проходила игра с точки зрения статистики. Однако, если, так сказать, эмоционально взглянуть на события, происходившие на льду, то, мне кажется, не выдержали где-то психологически. Все-таки, динамовцы, несмотря на то, что они владеют инициативой в начале, очень много атаковали на высоких скоростях. И Михайловский, защищающий сегодня ворота звезд, был все время в игре. Причем, надо ему отдать должное. Он выдержал очень серьезную нагрузку, провел себя молодцом. А затем, затем все постепенно встало на свои места и решило, в общем-то, мастерство звезд. Кроме того, в конце первого периода они просто прибавили в скорости и завладели инициативой. Я думаю, что динамовцам нелегко сейчас будет опять вот заиграть в том же ключе. Но, по-видимому, в перерыве был какой-то серьезный разговор. И тренер Владимир Голубович, конечно же, обратил внимание на те недостатки, которые были в игре. В частности, в линии обороны были допущены ошибки. По-видимому, это все-таки связано с тем, что эта линия, она пока еще далеко не совершенна. У динамовцев ушли несколько опытных игроков, в частности, Владимир Крамской, Сорокин, Воронов. Вот те игроки, которые, по счету, были ключевые в прошлом сезоне. И пока, пока вот есть проблемы. Это показывает первый период. В общем, не будем спешить. Разумеется, не будем спешить. Разумеется, здесь очень много болельщиков московского «Динамо», и во дворце спорта «Сокольники», да, я думаю, и у экранов телевизоров их немало. А сейчас, дорогие друзья, пока игра еще не началась, второй тур нашей хоккейной викторины. Приготовьтесь, пожалуйста. Те, кто, возможно, имеет какие-то претензии к самому себе, может быть, к нам. Звонков было очень много, все хотели выиграть, но победитель, как известно, только один. С ним мы обязательно встретимся, я надеюсь, во время финального матча. И награда найдет героя. Но во время финального матча мы также можем встретиться и с тем человеком, кто выиграет во втором туре нашей викторины. Итак, внимание, вопросы. Сразу же предупреждаю вас, дорогие друзья, что вопросы касаются хоккея, но они с таким, я бы выразился, с таким культурным, если можно так сказать, характером, с таким культурным оттенком вопросы на знание литературы и кино. Итак, мой первый вопрос. В каком художественном фильме знаменитый нападающий ЦСКА и сборная СССР играет самого себя? В фильме о хоккее, подчеркиваю. В каком фильме о хоккее знаменитый нападающий ЦСКА и сборной России играет самого себя? И второй вопрос нашей викторины. Второй вопрос, может быть, даже чуть-чуть посложнее. Я называю вам первые две строки Четверостишия. И вы должны сказать нам, как оно заканчивается, и назвать автора этого Четверостишия. Подсказываю вам, что это очень популярный сейчас бард, поэт и автор многих и многих песен. Итак, внимание на игру, а я зачитываю, зачитываю мой вопрос. Итак, строка из песни. Экран, а там с утра звенят коньки. В хоккее играют настоящие мужчины. Вам нужно закончить этот Четверостишия и назвать его автора. Мы принимаем ваши звонки по телефону 215-11-89, но только в течение вот этой игры, до финального свистка, независимо от того, будет дополнительное время или не будет, до финального свистка, полуфинального второго матча «Звезды России» и «Динамо Москва» мы принимаем ваши ответы. Тот, кто ответит правильно первым, будет признан победителем. На этот раз никаких споров быть не должно. Каждый из ответов предельно четок. И, может быть, даже если у нас останется время, я сразу объявлю и победителя, и правильный ответ. А сейчас 41 секунда сыгра на втором периоде матча. Вбрасывание у ворот Ильдара Мухамедова. Буцаев Октябрёв с партнерами на площадке у «Звезд России». Что же касается «Динамовского» сочетания, то они выступают в следующем порядке. Вышиткевич, Рябыкин, Ильин, Якубов и Леонов действуют у «Динамовцев». Да, первый отрезок, в общем-то, не дал никому преимущества. Напомню, что 2-0 выигрывают «Звезды России». В первом периоде отличились Семак и Коваленко. Но «Динамовцы», судя по всему, сейчас уже не так настроены активно, как вот в первом периоде, нет таких легких, я бы сказал, атак. И, в общем-то, осторожно они играют с оглядкой, может быть, на своей тылы. Поскольку «Звездам» удалось в первом периоде, в конце, где-то охладить вот такой, может быть, несколько младенческий пыл, я бы так сказал. Кстати, вот к нам, на наше комментаторское место, пришел известнейший в прошлом хоккеист Вячеслав Старшинов. Много лет выступавший за московский «Спартак». Кстати, мы его поздравляем, что его родной клуб вышел в финал. Ну и, конечно, его помнят прекрасно любители хоккея по выступлению за сборную страны. Собственно, вот все вот эти ребята, которые сейчас на льду, они, как говорится, у него выросли на глазах. И, наверное, интересно, так сказать, спросить его с точки зрения специалиста, насколько вот они могут прибавить в этом сезоне, на сколько процентов они, так сказать, показывают свое мастерство в этом матче. Я имею в виду звезд, звезд наших легионеров, которые только вот начинают новый сезон. Ну, мне на этот вопрос, во-первых, спасибо за поздравление. Я тоже очень рад, что «Спартак» вышел в финал. И, наверное, это приятно и многочисленным зрителям, которые придут на финальный матч. И может случиться так, что повторится финал первого международного турнира «Спартака», когда в финале именно встречались звезды России и «Спартак». А что касается молодых хоккеистов, хоккеистов-звезд России, я думаю, что они сейчас играют процентов на 50-60 своей мощи. Они еще могут прибавить минимум в два раза. Ну, каков пятишев? В 37 лет не уступают молодым. Вы знаете, откуда силы берутся? Силы берутся, потому что он любит хоккей. И для него это истинное наслаждение. Мне кажется, когда ты занимаешься любимым делом, то тогда возраст тут ни при чем. Вот как раз достойный пример для подражания. И, наверное, в этом смысл вот этого турнира в начале сезона. Конечно, конечно. Я думаю, что вы правильно сказали, что «Динамовцы» могли, к сожалению, лишь ответить вот этим азартом, пылом. Но у них еще чувствуется, что не хватает того мастерства, которым обладают наши звезды из «Анхая». Знаете, а у меня такой достаточно, может быть, банальный вопрос, который очень часто любят задавать и спортивные, и пишущие прессы, и телевизионные. Вот оценивая сейчас игру на площадке и звезд России, и «Динамовцев», и сегодня мы видели и первый полуфинальный матч «Спартака», и «Ладо Тольятти». Как вы думаете, естественно, я не беру в расчет сейчас вас, ветерана хоккея, хотя мы видели в субботу, как здорово вы играли в составе ветеранов России, и я прекрасно знаю, что уж вы-то действительно старейшина нашего хоккея и выступали за «Спартак», что называется, до последнего. Я прекрасно помню, как вы забивали четырехсотую шайбу еще. Как вы думаете, вот братья Майоровы и старшинов, лучшие годы, как бы выглядели сейчас по сравнению с этими звездами? А вы знаете, это очень трудно, выглядели не хуже, чем нынешнее, но с учетом того, что мы бы сделали акцент на современных хоккеях, потому что современный хоккей сейчас стал, ну, раза в полтора, я не хочу сказать, что в два раза, но в полтора раза быстрее. А раз быстрее, то и процент технического брака, он возрастает. Но тут надо уже включать свое мышление о том, творческий подход к игре. Я думаю, применив вот это, изменив, мы бы, может быть, стали тоже чуть-чуть побыстрее. Но как нам тренеры, нас великие учили, Чернышев и Тарасов, что шайба всегда ходит быстрее любого форварда. И поэтому, я думаю, что мы здесь бы не затерялись, во всяком случае. Кстати, вот дополнение этого вопроса. А кто все-таки, на ваш взгляд, сумел опередить время из тех вот хоккеистов, вот тех поколений, и мог сейчас, ну, то есть уже играл тогда, вот, на таком уровне? Ну, я думаю, что вратарь от, безусловно, Владислав Третьях, в обороне, наверное, Александр Павлович Рагулин, а в нападении Анатолий Фирсов, Валерий Харламов, Александр Мальцев, Борис Александрович Майорович, у нас много было выдающихся хоккеистов, которые, теперь уже, можно сказать, которые опередили время. Ведь тот, кто опережает события, тот, как правило, и имеет успех в любой профессии, не только в хокке. Безусловно. И в заключении, вы знаете, вот, какое ощущение у вас вот от нынешнего сезона, учитывая все, что было до этого, и проигрыш нашей команды на чемпионате мира, и неудачные выступления в других турнирах, и вот будет ли возрождение, так сказать, именно вот, может быть, сейчас, вот с этого турнира «Спартака» оно начнется, учитывая все обстоятельства, все нюансы, так сказать, вот есть ли такое внутреннее чувство, что хоккей у нас возрождается именно сегодня, именно, может быть, здесь, в этом зале, именно в этом сезоне? Я думаю, что да, я в этом просто уверен, и я еще раз хочу подчеркнуть ту мысль, которую я высказал на встрече, когда играли сборные ветеранов России против сборной НХЛ. Это вот первая ласточка положительная, когда мы вновь сблизились, 5-6 лет у нас было какой-то барьера отдаления, и сейчас, когда они приехали второй раз сюда, мне кажется, мы восстановили историю нашего хоккея, безусловно, эта история будет продолжаться, и продолжаться на самых высоких хоккейных тонах. Ну что ж, это приятно, это прекрасный прогноз, и будем оптимистами. А пока у нас тут событие, мы благодарим Вячеслава Старшинова за его мнение, мнение прекрасного хоккеиста, мнение прославленного нашего капитана сборной команды, которая всегда интересна болельщикам, специалистам и любителям хоккея. 6 минут и 19 секунд сыграли команды во втором периоде матча. И сейчас последует удаление, очевидно. Ну что же, видите, и великие нарушают правила. Задержка соперника Клюшки здесь имела место, как посчитал арбитр. Хотя, вот видите, в первом полуфинальном матче мы беседовали с Леонидом Вайсфельдом, который очень часто обслуживает здесь встречи. Он говорил, что в таких случаях, как бы, вот это нарушение по его шкале, по шкале Вайсфельда, если можно так сказать, не стопроцентное, а где-то так процентов 60-70, очевидно. Ну вот арбитр считал, что этого достаточно для того, чтобы посадить Федорова на 2 минуты. Сейчас вы видели Владимира Сергеевича Харламова. Он возглавляет спортивно-экипировочное предприятие, директор. И вот оно обслуживает этот турнир. Звезды России играют в экипировке вот этого предприятия, причем отвечает всем международным стандартам. Очень высокий уровень, это приятно, поскольку мы всегда как-то за рубежом покупали вот эти свитера, где-то дизайн, как сказать, брали от зарубежных модельеров. А сейчас мы, как говорится, сами с усами. И заслуга вот Харламова Владимира Сергеевича в этом есть. Что же, с такой хоккейной фармилией очень приятно, что приносит пользу действительно нашему хоккею президент такой фирмы, которая занимается бизнесом, наверное, бизнесом. А сейчас Борщевский по правому плану атакует. Партнеры, секундочку, нужно было бы отдать шайбу просто назад. Вот Макаров, красноречиво, поднял клюшку, но Борщевский, очевидно, не услышал его призыв, сыграл через сезон, и там шайба застала добычей динамовцев. Сейчас они атакуют. Была попытка такая устроить смену в ходе встречи, но решили, тем не менее, продолжать атаку. И сейчас, сейчас Кувалдина шайбу отобрали. И выигрывает время Сергей Макаров. Попросту пробрасывает шайбу через все зоны. Неспокойно на скамейке запасных звезд России. Новая четверка появилась на льду. Динамовцы еще, динамовцы еще 55 секунд будут иметь численное преимущество. И еще один бросок отражает Максим Михайловский. Надежно пока стоит. Это сильнейшее, кстати, звено у динамовцев, звено Прокопьева. Мы видели его в составе сборной России, правда. Ну, каких-то высот оно не взяло. Но, безусловно, перспективные ребята, они молоды. 22, 24, 23 года. Это уже, так сказать, тот возраст, когда надо выходить на высокий уровень. И я не сомневаюсь, что они прибавят, прибавят. И вот сегодня у них, так сказать, испытание своего рода в этом матче. Динамовцы в своей зоне. И традиционный такой выход из-за ворот, начало комбинации. Мы в предыдущих матчах обращали внимание на такое начало Динамовской пятерки. Обычно они так развивают свою атаку из глубины площадки с выходом по центру. Ну, вот уже у звезд есть шанс отличиться. Защитник пошел вперед. На скорости попытался Андрей Бушан атаковать. Шайба приходит вновь к его партнеру. Бросок по ротам. Еще одна попытка. Вот посмотрите, как надо играть по-настоящему. Любой момент использовать. Тут же шайба отскочила от щитков воротаря и попытка ее добить. Вот это вот, кстати, пример, как играют профессионалы. Именно так вот они используют любой шанс и всегда ставят в тупик любого воротаря, даже хорошего класса. И я не сомневаюсь, что так можно говорить и о Дмитрии Набокову, который, кстати, в прошлом сезоне многое сделал для команды. Не случайно он стал обладателем Кубка Междунациональной Хоккейной Риги. Профессионалы наши очень серьезно настроены. Посмотрите, они ведут борьбу на каждом участке поля. И сейчас вот игра будет остановлена. Будет остановлено вбрасывание в зоне динамовцев. А судья подъезжает сюда и показывает, что была задержка. Мы, кстати, наблюдали. Напомню, что матч судит сегодня арбитр из Чехии Петер Долина. Пока очень хорошо справляется со своими обязанностями. Да, Суханов на скамеечке штрафников. Ну что ж, динамовцам придется нелегко. Хотя вот неполных составов по-прежнему команды. Но раньше численное преимущество получит команда звезд. 9 минут до 3 секунды сыграли команду во втором периоде. Да, пока в равных составах команды. Естественно, хочется думать, что это на руку звездам. Тем более, что очень скоро они получат и численное преимущество. Сейчас Бабинов действует на площадке. Удачно взаимодействует со своими партнерами. Шайба от игрока к игроку. Одной команды другой. Так, прокатывается по зоне звезд России. Но, наконец, вновь ее Буцаев подхватывает. По правому флангу не смог. Очень четко, очень четко сейчас сыграл Грибко. Я вообще очень внимательно слежу за этим защитником. Мне нравится манера игры. А сейчас практически в упор. Семак расстреливал ворота Мухаммедова. Но шайба прошла рядом со штангой. Атака звезд продолжается. Вот только сейчас она покинула пределы зоны динамовцев Москвы. Бабинов делает пас на Семака. Тот шайбу, правда, не получают. И сейчас Леонов, в свою очередь, пытается организовать атаку своих партнеров Грибко. Грибко в борьбе с Семаком. Борьбу эту проигрывает. Но Семаку было сподручнее бороться за шайбу в этом моменте. И сейчас Макаров. Макаров пасует в центр. Семак набирает скорость. Его ждет Бабинов. Какое решение примет? Семак решил обыграть. Но в последний момент и вновь, вы знаете, и вновь удачно действовали защитники московского Динамо. На этот раз это был Сергей Лошедкевич. На резкость грамотно, на резкость грамотно действовала защита. И ликвидировала ряд серьезных угроз у своих ворот. Сейчас уже смена произошла в ходе встречи. И Сергей Федоров набирает скорость в свою зону. Бросок издали парирует Мухаммедов. Тот же Федоров подхватывает шайбу. Видите, везде успевают профессионалы, везде успевают звезды. Проделают колоссальный объем работы на льду. Так они привыкли играть в своих клубах на тайной хоккейной лиге. И использовать малейший предоставленный им шанс. Как это было сейчас. Атаковал на полной скорости. Пытался, во всяком случае, атаковать ворота Динамовцев Владимир Малахов. Но, видите, вновь Мухаммедов поредовал шайбу. Хотя для этого ему пришлось распластаться на льду. Ну что ж, я могу сказать только браво. Дмитрий Набоков с такого расстояния так сильно бросить. Так мощно. И тем не менее, все-таки Набоков сумел среагировать. Просто великолепно сыграл. 2-0 по-прежнему впереди. Звезды России. Вы видите, Стильнова. Кстати, новый лидер профсоюзов хоккеистов. У нас вот такой профсоюз будет учрежден в ближайшее время. Его идею поддержали многие известные хоккеисты разных поколений. А это Сергей Бабинов. Олимпийский чемпион. Не теряет своей формы. И выглядит прекрасно. Не хуже других. По-прежнему внимательно следит за игрой отец Вячеслава Фетисова на трибунах. И Малахов играет с Фетисовым. Фетисов отправляет дальше. Получает ответную передачу, но неожиданно упускает шайбу в среднюю зону. Откатывается назад, как бы приглашая за собой нападающего. Дает пространство партнерам. Фетисов тут же сделал передачу на скорости. Атакует уже Федоров. Федоров на месте правого крайня. Прикрыл шайбу корпусом. Передача на пятачок. Нет, там довольно сложная обстановка. Вы обратили внимание, игра идет уже в углу площадки. Но любого игрока из этой команды, вот из этой звезды, очень сложно, сложно так как-то атаковать корпусом, отобрать шайбу. Он приучен более сложным условиям, более трудным. Тем более, что здесь площадки пошире. И приходится даже привыкать вновь вот к такой, так сказать, игре широкой, размашистой, как у нас здесь мы видим. В отличие от профессиональных, так сказать, полей в Северной Америке, они значительно короче, уже. И, конечно, это создает определенные условия и вырабатывает какие-то стереотипы. Николишин сейчас на точке выбрасывания с партнерами в зоне «Динамо». 11 минут и 17 секунд сыграли команды во втором периоде матча. Что же сейчас? Сейчас «Динамовцам» нужно что-то предпринимать. Выиграна борьба у Николишина. Вновь его пытаются взять в тиски. Но посмотрите, как сражается этот хоккеист. Все-таки шайба попадает к «Динамовцам». Но нет, со звездами шутки плохи. Они умело действуют. Очень цепко сражаются за шайбу. Эта цепкость и выделяет их. Это является еще одной фризитной карточкой. Даже, казалось бы, шайба, за которую бесполезно бороться. Вы видите, в падении уже Николишин пытался, пытался вступить в борьбу. А сейчас только был рванулся Михайловский. Свои скамеечки штрафников. Но его опередил свисток арбитра. Удаление последовало. И сейчас численное преимущество получают хоккеисты. Звезд. Удален Дмитрий Сергеев. 11 минут и 49 секунд сыграли команды. Ну что же, кому-то скучно, нам с вами нет. Николай Николаевич, так точно не скучно. А сейчас вы видите Дмитрия Сергеева на ваших экранах. Все его данные. Рост вес, код рождения, месяц и число. Так работает наша компьютерная служба здесь на Кубке Спартака. Вы можете познакомиться со статистикой. Можете узнать все об игроке. А сбрасывание выиграли динамовцы. Сейчас Бущан должен подхватить шайбу в своей зоне и начать атаку. Видите, Ракулин внимательно наблюдает за игрой. Игрок будущего, как назвал его в интервью, старшинов. Что же, наверняка так оно и было. Это защитник, уважение которого проникались игроки не только ЦСКА, не только сборной страны, но и игроки других национальных сборных и канадцы. И все, кто встречался на льду с этим прославленным защитником. Что же, даже в меньшинстве сейчас атакует Динамовцы Прокопьев. Пытался бросить по воротам. Мимо ворот прошла шайба. Еще минуту и 12 секунд будут играть в меньшинстве Динамовцы. А звездам нужно попытаться реализовать численное преимущество. Они вошли в зону. Очень грамотно вошли в зону. Брулин возвращает шайбу своему партнеру. Там борьба у борта ведется. Сейчас опять, вы смотрите, как на подстраховке играют хоккеисты. Они не дают шайбе покинуть зону. Главное закрепиться в ней, обосноваться. Всем занять свои места. Сейчас на Горобчука надо сделать передачу. Нет, шайба вдоль борта послана. А сейчас очень опасно, очень опасно прострелилась на пятачок. Но, увы, не смог Кузнецов замкнуть передачу партнера. И вновь хисты расположились по своим местам. Шайба балансировала на синей линии. Чуть бы ее не покинула. Но остается в зоне. До этого момента оставалась в зоне Динамовцев. И лишь сейчас она у Коровчука. Это знаменитый в прошлом боксер, двукратный олимпийский чемпион Лагутин. Всегда мы его видим на всех самых, так сказать, интересных соревнованиях. Но он в гуще спортивных событий. И приятно, что он заботится о массовом спорте. Вы знаете, он инициатор многих хороших начинаний. Спартакеат различных и так далее. А пока у нас тут событие разворачивается следующим образом. За удар соперника удаляется рылинг. Да, звезды оказываются в меньшинстве. Но так страсти постепенно накаляются. Однако кажется порой, что динамовцам не хватает пространства. Такой жесткий прессинг применяют звезды при потере шайбы, при атаке. И вот в таких сложных условиях динамовцы постепенно адаптируются. Мне кажется, это вот такой предметный урок. Он идет им на пользу. Безусловно, они это учтут уже при подготовке к сезону. И команда очень серьезно намерена, так сказать, на то, чтобы не сдать, не сдать вот тех позиций, которые завоеваны в прошлом сезоне. Об этом не раз уже в своих интервью говорил Владимир Голубович, старший тренер. 13 минут за 35 секунд сыграли команду в втором периоде матча. В равных составах сейчас временно, конечно же, на площадке «Звезды России» и «Динамовцы Москвы». «Звезды» прессингуют и наверняка завладеют сейчас шайбы в зоне «Динамовцев». Нет, это им не удалось сделать, что предпринут «Динамовцы» в свою очередь. «Звезды» по-прежнему прессингуют, посмотрите. И все-таки перехватывают шайбы, перехватывают сейчас Сергей Федоров. Ее подхватил после удачного взаимодействия с Вячеславом Фетисовым. Нужно дать Малахову, по-моему, шайбы. Нет, следует проброс шайбы через все зоны. Ну что последует дальше? Совсем немного времени остается до выхода на площадку, оштрафованного «Динамовского» игрока. А уже и численные преимущества имеют «Динамовцы». И теперь в течение минуты 15. А вот момент Золотов так точно «Грачеву» отдал шайбу, что «Динамов» сокращает разрушительный. Но бросок, вы знаете, получился на редкоисточным. Я думаю, что вряд ли нашелся бы вратарь, который смог его парировать. Впрочем, опять-таки слишком в низкостойке действовал Максим Михайловский. Он уже был на коленях, посмотрите, дорогие друзья. Максим Михайловский снова оказался на коленях. То, что его и подвело. А шайба была послана вверху. И, естественно, красный цвет зажегся за воротами этого голкипера. Посмотрите, на коленях пытался отразить бросок Максим. Может быть, не знаю, может быть, я здесь как-то в свою очередь... Дуганогнетал. И Карин его за этого неправильно, с моей точки зрения, манеру ведения игры в воротах. Не совсем правильную во всяком случае. Но в первом периоде и в начале второго он очень удачно отражал броски «Динамовцев». А вот эта манера игры на коленях его, надо сказать, подвела. И сейчас «Динамовцам» удалось сократить разы в счете. Заревели трибуны, накалились страсти на льду. А сейчас настоящая потасовка завязывается наверняка. И так первый раунд. Ну, вы знаете, Национальная хоккейная лига взяла верх. В прямом и в переносном смысле слова. Это Андрей Коваленко преподнес нам урок Фокса а-ля Кубок Стэнли. Да, он выступает в Квейбеке, я напомню, 25 лет этому нападающему. Неплохо себя зарекомендал в последних двух сезонах. Ну, а что касается вот такой потасовки, то это даже как-то, знаете, если хоккеист дрогнет в эти минуты или даст какое-то послабление, он просто перестанет уважать партнеры. И в профессиональном хоккее он должен показать свой характер, в чем, собственно, и проявил себя Андрей Михайлович. Причем существует масса приемов. Например, вот сейчас, видимо, обратили внимание, как свитер был натянут на голову сопернику, противнику. И тот оказался беспомощный. Этот прием такой профессионалов, он часто применяется в подобных ситуациях. Кстати, мы впервые его увидели еще во время суперсерии 1972 года, когда также вот профессиональные хоккеисты в таких случаях действовали против наших тоже дюжих молодцов, но тем не менее выигрывали подобные поединки. Тем временем арбитры разбираются, кто здесь прав и виноват, сколько кому дать, так сказать, удаление минут. И Петисов подъехал сюда, и капитан динамовцев Равиль Якубов. Вот они, совет такой, своеобразная летучка, решают, какое же будет, так сказать, наказание сегодня. А я возвращусь вот к той пресс-инференции, которая была сегодня утром здесь, в пресс-центре, Яна Окке-Эдвинсона, генерального секретаря ИХЭФ. Ну, несколько вопросов было задано этому известному, так сказать, деятелю хоккейному, и в частности вот о том, что как Федерация Швеции, которую он тоже представляет, решила вопрос с отъездом за рубеж многих игроков, поскольку в Швеции сейчас, как бы называется, ну что ли, эпоха хоккейного ренессанса, возвратились многие назад и играют в клубах, хотя были лестные предложения из-за океана, как это удалось решить. Он сказал, что да, в середине 70-х годов был очень, так сказать, большой отток, была большая проблема. Для Швеции и Фринляндии много раз обсуждали ее долгое время, не знали, как остановить этот процесс. Но сегодня условия оплаты труда хоккеистов постепенно выравниваются, и в Швеции, и в Фринляндии начался уже обратный процесс, и многие хоккеисты играют в родных клубах. Думаю, что и в России, и Чехии в скором времени будет то же самое. На ваших экранах знаменитый в прошлом защитник ЦСКА и сборная Лученко. Те, кто внимательно следил за развитием хоккейной ситуации в нашей стране 70-е годы, естественно, прекрасно помнят этого прославленного мастера. А сейчас вот такая импровизированная пауза возникла на площадке, никак не могут решить арбитры все-таки, как наказывают за это игроков. Очевидно, малым наказанием отделается и тот, и другой. Хотя надо сказать, что уверенную победу в этом боксерском поединке одержал представитель НХЛ, как мы уже отмечали. Кстати, вы знаете, вот я думаю, что Владимир Лученко и другие наши хоккеисты вполне могли бы играть в свое время в лучших профессиональных клубах Северной Америки, но в то время были запреты. Были запреты и, конечно, Путин был туда запреты. Я знаю, что и Владислава Третьяка приглашал в Монреаль и другие клубы. Контракты на огромные, так сказать, суммы хотели заключить. То же самое было предложение и Валерию Харламову, и Александру Яванову. Всю команду образца 72-го года готовы были видеть в НХЛ представители и Хоккей Канады, и самой Лиги. И, естественно, тогда такие предложения воспринимались с улыбкой только. Да и футболисты наши, и строчку Высоцкого можно вспомнить. Недаром клуб Фиорентина предлагал миллион забушевца. Вот, поэтому, естественно, что говорить? Конечно, немножко обидно за наших ветеранов, которые родились, скажем так, чуть раньше, чем история распорядилась так, что наши ребята смогли проставлять свою страну не только у нас здесь, но и за рубежом. Тем самым зарабатывать себе хорошие деньги, а своей стране популярность и уважение. Вот я вижу, что еще Игорь Везьмикин оказался на скамейке штрафников у команды «Звезды России». А сейчас у нас как раз появился хоккеист, которого Вячеслав Старшинов назвал хоккеистом будущего для своего времени. Прославленный защитник ЦСКА и сборной команды Советского Союза Александр Рагулин. Наверное, сейчас он поделится с нами своими впечатлениями об игре. Да, кстати, вот мы тут вспомнили 1972 год, когда впервые к нам приехала профессиональная сборная Северной Америки, и тогда тоже возникали потасовки. И вот многие приемы из арсенала профессионалов мы не знали, они иногда одерживали верх. И вот сейчас, вот в этом эпизоде, так сказать, Коваленко, который выступает за Квебеку, взял верх. Видимо, он больше знает, наверное, да? Ну, я не думаю, что он взял верх. Я с вами согласен. Ну, если он упал, это не значит, взял верх. Ну, когда он натянул ему майку на голову, вы знаете, вот своему сопернику показалось, что это как раз тот самый прием запрещенный. Вы напомнили о серии 1972 года с канадским профессионалами. Ну, это только серия была. Мы до этого с ними встречались на протяжении 10 лет, и Тарасов нас вывозил туда в Канаду проверить каждого игрока на прочность, на волю, на силу. Пройдя каждый игрок сборной, пройдя эту проверку, уже привлекался в сборную команды страны. Ну, вообще, у вас впечатление вот от игры вот этой сборной звезд, от наших, так сказать, легионеров? Как они, на ваш взгляд, выглядят? Можно ли от них ожидать большего? Или это вот на сегодняшний день, может быть, на этом этапе, это действительно, так сказать, то, что они способны сейчас вот в августе показаться? Да нет, конечно, от них надо ожидать большего. И они способны на гораздо больше. Сейчас еще, я считаю, лето на дворе, и у них до начала сезона месяц, полтора месяца, поэтому они еще не набрали своей лучшей формы. Я думаю, что в начале сезона они все прибавят в игре, в борьбе. Тем не менее, мастерство их очевидно, и, в общем-то, мы просто восхищаемся отдельными действиями и Федорова, и Ковалева, и Макарова, так сказать, неувидающего. И вот Бусаев неплохо выглядел, тут и Брылин, Николишин. Словом, есть хоккеисты, на которых приятно посмотреть. Видно, 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 что у них мастерства очень много. Но, ваш прогноз на этот матч, ведь динамовцы сократили разы в счете. Ну, я думаю, все-таки вверх возьмут звезды. Все-таки они владеют инициативой, я считаю. И гол, забитый динамостями, я считаю, что это результат ошибки защитников. Ну, что ж, будем следить за игрой, тем более события очень интересные. Есть на что посмотреть. Вот сейчас атакуют звезды России. Как раз это Андрей Николишин так включился в игру с партнерами. Да, тем временем мне надо объяснить зрителям, что же, все-таки, что произошло, какими именно штрафами, кто и за что наказан. Итак, за обоюдную драку на скамейку штрафников отправились оба участника потасовки. В том числе, к тому же, Андрей Коваленко за умышленное причение травмы оштрафован пятиминутным штрафом, а не малым, как его партнер. Сейчас, правда, к динамовцу присоединится еще и Ильи. За задержку соперника Плюска. Так вот, я продолжаю. Большим штрафом за умышленное нанесение травмы наказан Коваленко и автоматически удален до конца матча. Компанию ему также заставил чем-то не понравившийся арбитру Игорь Везьмикин. Таким образом, сейчас до этого на площадке численное преимущество было у динамовцев. Большим штрафом был наказан Коваленко. Но я думаю, что выиграв малым, динамовцы проиграли в большом. Сейчас этим инцидентом они по-настоящему разозлили звезд, и те решили провести борьбу не на шутку. Я думаю, что очень скоро мы почувствуем их настрой. 16 минут и 57 секунд сыграно в этом матче. Во втором периоде его по-фрежнему 2-1 звезды впереди. И вы знаете, сейчас, по-моему, начнется очень интересная и достаточно ожесточенная борьба. Кравчук действует. Кравчук действует у левого фланга атаки. Шайба высоко взмывает вверх. Да, это действительно так. А вот со сканиечки штрафников Малахов наблюдают, мне кажется. С большим интересом, что же происходит там. Но, вы знаете, события меняются очень быстро, и динамовцы явно активизировались. Вот, Саша, я опять обращаюсь к Александру Агулину. Но, как вы считаете, психологически динамовцы сегодня не проиграли соперникам? Это очень важно. Они играют на равных. Вот, наверное, это очень хорошо, что молодые, очень много в коллективе, так себя чувствуют. Да, динамовскую команду приятно смотреть. Приятно, что они все настроены отличные. Что они до конца бьются, борются, единоборств не проигрывают. Это большой плюс этой команде. Я думаю, что есть, есть кого брать пример нашим молодым хоккеистам. Я пожелал бы команде «Спартак», если она выйдет, вышла в финал же команда «Спартак». Да, вот «Спартаковцы», как и в прошлом году, на первом турнире, вновь вышли в финал. И с кем они встретятся, решит вот этот матч. Пока 2-1 выигрывают звезды России. Игра проходит с переменным успехом. Трудно кому-то отдать предпочтение. Если в начале первого периода и в конце так, в общем-то, где-то инициатива была все-таки у звезд, то сейчас, сейчас игра проходит в равной борьбе. И что может решить вот исход этого матча? Как вы считаете? Я думаю, что ошибки, ошибки защитников. То надежнее сыграет в обороне. Ну, а что касается мастерства, то это тоже не важно. Ну, мастерство, конечно, у звезд побольше. И, конечно, в итоге это может решить. Вот, скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, как вы думаете, с кем из защитников, которые играют сейчас поставить звезд, вам было бы интересно выступить в паре? Что вам подходит по манере игры? Ну, я не знаю. Я, собственно говоря, могу сказать о Славе Фипицеве. Я с ним работал. Он играл в моей молодежной команде ЦСКА несколько лет. Я им передавал свой опыт. Конечно, мне бы хотелось из этих защитников играть в паре с Вячеславом Фипицевым. Он напоминает, кстати, вот своим игровым мышлением именно ваши действия. Я помню прекрасно, как вы играли. Ну, как говорится, вы играли головой в основном в хоккей. То есть все постоянно думали, вот как, вот как поострее сделать ситуацию, как, ну, перехитрить соперника, что ли. То есть у вас была очень тонкая такая, я бы сказал, ну, своего рода шахматная игра в хоккей. Вот это вы передали Вячеславу. Очень приятно. Итак, последняя минута периода пошла в этом матче. Динамовцы вновь пытаются наладить игру впереди. Но я думаю, что второго подарка звезды им не предоставят такого. Тем более, что сейчас действительно борьба пошла не на шутку. И звезды, кажется, всерьез вели из-за дела. Против Динамовцы действуют очень умело. Посмотрите, как они пасуют в зоне звезд. Я напоминаю, что сейчас Динамовцы имеют численное преимущество. Сейчас Николишин выбросил шайбу за пределы ледовой площадки. И еще в течение 29 секунд звезды в этом периоде будут оброняться. На льду появляются Макаров, Федоров, Ковалев и Вячеслав Китисов, очевидно. Да, нет, нет. Вячеслав Китисов, наоборот, сейчас покидает лед. А на площадку выходит Пабенов. Выбрасывание в зоне команды звезд России. Борьбе не уступает. Динамовцы. Молодцы. Молодцы. Кстати говоря, они выигрывают пока второй период. Они забросили шайбу, а звезды отличились дважды в первом. Так что все еще впереди. Все впереди. И здесь вот на пятачке очень... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.